Улыбнитесь, мои котята, с вами Брика и добро пожаловать в WildCraft. Итак, у нас поднакопились главы, давайте посмотрим, сколько мы сегодня сможем пройти глав. Начнем, конечно же, с приключения Ревущая Опасность, у нас доступна седьмая глава. Все, поехали. Так, загрузка истории. Обильная охота называется глава. Посмотрим, что у нас там ожидает. Итак, я уже чувствую себя гораздо лучше, мои раны почти зажигают. Скоро мы отправимся в путь к нашей стае. Но перед этим мы должны сделать кое-что важное. Мы должны устроить настоящий пир перед путешествием. Ух ты. Я не знаю, сколько добычи мы найдем на пути, поэтому наступило время великой охоты. Так что, больше никаких тующих и больных кроликов. Радуется. Радуется, что пойдет на настоящую большую охоту. Интересно, на кого они будут охотиться. Да, Рэй, сегодня я научу тебя охотиться, как волка из стаи. Понюхай ветер. Так, что ж ты там нанюхал? Олень. Мы будем охотиться на оленя. Так, ну это уже крупная добыча. Я чувствую аппетитный запах молодого и здорового оленя неподалеку. И я буду охотиться на этого оленя? Честно? Не совсем, дитя мое. Ты поможешь мне поймать его. Храбрости и силы тебе не занимать. Но, твое тело все еще слишком маленькое, конечно же. У оленя такие рога. Ты не сможешь свалить оленя, поэтому у тебя будет гораздо более важная миссия. Интересно, какая? Тебе придется загнать оленя прямо к моему укрытию. Тогда я смогу атаковать его неожиданно. И у нас будет гора мяса. Я сделаю всевозможное, мама. Ты будешь мной гордиться. Ну, давай, Рей. Только не подведи маму свою. Так, мама пошла в укрытие. Ага, нам нужно будет заманить оленя к этому дереву. Она спряталась за деревом. Я спрячусь здесь. Это идеальное укрытие. Теперь твоя очередь действовать. Угу. Так. Олень. Я тебя вижу. Мне нужно двигаться очень осторожно и привести этого оленя прямо к маме. Давай, подкрадывайся. Аккуратно, аккуратно. Он такой маленький волчонок. Его даже не видно из-за травы. Пришло время использовать все, чему она меня научила. Учитывать направление ветра, сильный запах цветов, не оставлять следов. Я смогу это сделать. Конечно, ты все сможешь. Так. Он двигается именно к цветам. Так, олень пока что ничего не учил и не заподозрил. Так, выйдь. Ага. Все, я его напугала. И теперь я оленя направляю прямо к маме. Вроде бы как все получается. Давай, давай. Так, все получилось. Отлично. Класс. Все, у нас теперь есть гора мяса. Теперь мы наедимся от души. До полного пуза. Мы сделали это, мама. И ох, насколько же этот олень вкуснее кроликов. Я так горжусь тобой, Рэй. Еще немного, и ты совсем вырастешь. А теперь давай наполним наши животы. Нам нужно набраться сил. Так, ну все, они наелись. А, это закончилась седьмая глава. Давайте посмотрим, доступна ли у нас восьмая. Так, начинаем. Глава восьмая. Взросление. Я уже чувствую себя гораздо сильнее, мама. Теперь мы можем присоединиться к стае. Ты демонстрируешь большой прогресс, Рэй. Но тебе еще рано присоединяться к стае. Нам нужно научить тебя охотиться еще лучше. Поэтому пошли на охоту. Выбери свою добычу. А, теперь я сам выбираю добычу. Еее, Рэй сам выбирает добычу. Так, и что ж ты там нанюхал, Рэй? Показывай. Нам интересно посмотреть. А, лисичка? А, серьезная добыча. Очень серьезный враг. Атаковать. Ну, все, понеслись. Ну, вдвоем. Вдвоем, конечно, мы победим лисичку. Она же одна. Но если подружка не придет. Погнали, лисичка. Ну, давайте кушать теперь. Отличная охота получилась. Что? Что происходит? Так, а что происходит? Рэй вырос. Мое тело. Я чувствую себя иначе. Поздравляю, Рэй. Твое тело повзрослело. Рэй вырос. Он уже теперь большой. Я так тобой горжусь. Теперь он сможет один жить. Уже без участия мамы. Без уже помощи мамы. А теперь давай подберем для тебя достойную дичь, чтобы проверить способности твоего нового взрослого тела. Кстати, он даже крупнее мамы. Мне кажется. Так. Сидят в засаде. Ищут добычу. Я уже научила тебя искать легкую добычу. Но чтобы развить твои умения, тебе нужен некий охотничий вызов. Быстрый и сильный зверь, умный и опасный, должен стать твоей целью. Интересно, кто кабан. А, я так и думала, что кабан с кабанчиками. И маленьким поросенком. Тебе нужно превзойти его, стать быстрее, сильнее и умнее. Ммм. Тут целая семья, кабанчик. И я знаю идеальную добычу для твоей тренировки. Мне нужно охотиться на эту кабаниху. Она выглядит очень опасной. Нет. На данном этапе твоего обучения эта кабаниха разорвет тебя на части. Тебе нужно украсть одного из ее поросят. Кабаниха стережет их очень внимательно. Тебе нужно перехитрить ее и иметь возможность сбежать. А теперь покажи мне все, что ты сможешь. Ну, давайте попробуем. Может быть, получится. Главное, чтобы она не разорвала нас на части. Давай. Рэй, давай. Так, наблюдать. Ага. Наблюдаем. Ну, я думаю, что мы вот этого розового поросенка скорее всего возьмем. Один поросенок выглядит маленьким и слабым. Я смогу схватить его и убежать. Или я могу неожиданно напасть на кабаниху и ослабить ее, чтобы украсть большого поросенка. Не знаю. Давайте слабого, наверное, возьмем. У нас здесь будет выбор, интересно, или нет? Чтобы впечатлить маму, я нападу на кабаниху, краду слабого поросенка. А, здесь еще есть вариант с гемами. Я думаю, что, наверное, этот вариант будет интереснее, потому что он стоит гемы. Давайте выберем его, посмотрим, что у нас получится. Просто ради интереса. Конечно же, я бы выбрала второй вариант. Он хочет впечатлить маму. Так, получится, нет? Получилось? Ого! А ты успеешь убежать? Неужели ты настолько быстрый? Кабаниха не может оставить остальных поросят. А-а-а! Она далеко убежать не может. К сожалению. Она пожертвовала одним поросенком ради двух других. То есть она не может преследовать его постоянно. То есть она не смогла его сразу догнать, поэтому вернулась назад. По сторонам. Такова жизнь дикого мира. Что теперь сделать? Слабый поросенок остался. Так, ну что ж, впечатлили маму. У меня получилось, мама. Это было трудно. Очень трудно. Но у меня получилось. Я чувствую себя гораздо сильнее. Тебе удалось показать мне свою охотничью силу, Рей. Я думаю, что теперь можно думать о присоединении к стае. Перехитрить кабаниху и принести мне жирненького и вкусного поросенка. Прекрасно. Просто прекрасно. Ммм. Теперь у нас есть возможность примкнуть к стае. Так, это у нас будет уже девятая глава, получается. Ну, давайте. А, она будет доступна только 6 мая, к сожалению. Как долго ждать придется. Но это было очень интересно. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре WildCraft. А с вами была Прика и увидимся в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok